Стратегия и тактика Стратегия и тактика В чем секрет растущей сталинской популярности и актуальность? Сегодня в условиях тотального засилья, либерально-демократической клеветы и пропаганды. Может ли Путин стать современным Сталином и что для этого надо? Есть ли у России перед лицом реальной угрозы новой мировой войны альтернатива тотальной мобилизации по старому сталинскому рецепту? Фильм знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна о президенте России Путине, о котором столько говорили, который и ругали, и хвалили, и потом показали в Америке. И он тоже вызвал целый шквал, с одной стороны, ругательств, что вот где этот Оливер Стоун, он там лег под Путина, продался кремлевскому диктатору и так далее. А с другой стороны, целый ряд таких вполне себе положительных и комплементарных высказываний. И, наконец, его показали у нас. И надо сказать, что, с одной стороны, Путин не сказал им ничего нового. Но, с другой стороны, вот собранное это все в одном месте, конечно, впервые, как мне кажется, за 17 лет дает возможность составить впечатление о Путине как о человеке. Потому что четыре серии часовых. О чем только его не спрашивают там. Вот мне две вещи запомнились. Например, когда Путин рассуждает о разрушении СССР. И он говорит, что меня все ругают, ну, имея в виду западных партнеров. Ругают. Сколько, говорит, меня ругали за то, что я назвал развал Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой. А ведь никто не подумал, что в результате этого 25 миллионов русских людей одномоментно стали иностранцами. Они легли спать на родине, а проснулись за границей, говорит Путин. Потом как бы оправдывается тоже. И это, ну, оправдывается он. Уж он так к развалу СССР ни ково отношения не имел. Он сидел себе в резидентуре в ГДР, да. Так вот, вы дослушайте. Просто для того, для тех, кто говорит, что эти слова, что-то одиозное, что-то ужасное, неприемлемое. Слова Путина о том, что развал СССР был, распад СССР трагедии. Это, ну, как бы враги, враги нашей цивилизации. Вы знаете, вот мне на фоне того, что он говорит дальше, честно вам скажу, на СССР наплевать. Наплевать. Ну, конечно. Да, потому что дальше он говорит то, что для меня важнее всего. Потому что СССР это большая Россия. Как можно наплевать. Да, конечно. И 40 миллионов узбеков это большая Россия. Да, да, да. Это большая Россия. Это российская империя. Замечательно. Я ничего не имею против великого узбекского народа. Пускай узбеки заботятся об узбеках. А я русский человек, и меня в первую очередь волнует судьба моего родного русского народа. Поэтому я все-таки хочу договорить про Путина, да. Значит, когда он обосновывает свою точку зрения именно тем, что 25 миллионов русских оказались за границей. И дальше добавляет. Это, говорит он, без сомнения, одна из величайших трагедий 20 века. Вот для меня это гораздо дороже, чем все воздыхания о скончавшемся Советском Союзе. Потому что будет жив русский народ, будет Российская империя в новой форме. А если русского народа не будет, то столь любимые вами узбеки, и якуты, и чечены, дай бог им всем долгих и счастливых лет жизни. Но ничего даже близко похожего на империю они создать не смогут никогда. Речь идет о том, что распад общего пространства воспринимается на Западе как явная победа цивилизации, света, добра. Для них это спасение, для них это жизнь, для них это будущее, для них это деньги, которые отсюда вывезли 3 триллиона долларов. Для них это ресурсы, для них это их процветание, для них это рынки, колонии. Это для них счастье. И поэтому, конечно, эта фраза прозвучала тогда, для них ужасно. Как же так? Ведь случилась же для них радость. Такое счастье привалило. Великое счастье. И тут кто-то ставит под сомнение. То есть империя тьмы, зла, кошмара и так далее, чем накачивали обывателя, она уничтожила. То само устранилось, если угодно, так сказать, само ликвидировалось. И вот в этом контексте слава Путина воспринимались. И тут вдруг оказывается чуть иная точка зрения. Что касается разделенного народа, ну это очевидно, как бы здесь Путин, конечно же, приятно слышать, что из уст президента звучат эти слова. Но так или иначе, это осмысленно было. И русская патриотическая интеллигенция. Об этом говорилось много-много-много уже лет. О том, что нас разделили, нас распилили как народ огромный. Об этом официоз молчал. Об этом официоз молчал многие годы. И вот наконец-то было сказано. Ну, спасибо, конечно. Просто нашелся американец, который задал правильный вопрос. Я, честно говоря, думаю, что если бы Путину там на прямой линии бы этот вопрос задали, он бы на прямой линии точно так же ответил. Стоун это интереснейший, конечно, человек. Он вообще весь погружен в эту проблематику политическую. Еще я помню, в юности совсем смотрел его фильм «Сальвадор» потрясающий. Он делал расследование по убийству Кеннеди. Такое большое художество. Но он известный. Это человек, для которого, конечно, потрясающий шанс, как для художника, найти вот этот коридор к Путину и создать эту путиняну. Я просто думаю, что он со своим опытом впервые увидел живого человека, а не эту пластмассовую куклу, которые там, значит, на Западе сидят. Ведь это же просто говорящие головы. Ну, Трамп не голова, а говорящая. Он тоже живой человек. Трамп, да. Ну, да, Дональд Фредович. Вот уж его, конечно, не обвинить. Но в данном случае, на фоне вот той череды людей, личностей, с которыми Стоун встречался, конечно, ему Путин интересен. Но я хотел бы еще, значит, отметить второй вопрос, который он ему задал. Про Сталина. Про Сталина. И тоже Путин интересно ответил. Он сказал, ну вы хитрый. Хитрый индейец. Ну да. Стоун говорит, когда Стоун говорит. Стоун же индейец. Но вы говорит хитрый. А смысл высказывания у Путинского тоже был, кстати говоря, очень любопытен. На самом деле. И вот что он спросил, а как ваши родители относили к Сталину? И Путин говорит, они восхищались. Так же, говорит Путин, как Сталином восхищалось подавляющее большинство граждан Советского Союза.